Заметки электрика Мощностью 1600 кВт, напряжением 10 кВт, схема соединения обмоток, треугольник, звезда с нулем, 11 группа. Это, в общем, у нас трансформатор первый. Вот выходит шинный мост с кабиной трансформаторов, приходит на коммутационный аппарат, в данном случае на разъединитель, ну или на рубильник, кому как удобнее. Дальше идет у нас автоматический выключатель и уже уходит на первую секцию. Здесь разъединитель у нас отключен. А на первую секцию, через межсекционный автомат, подано напряжение со второго трансформатора, то есть со второго ввода. И вот нам необходимо сфазировать эти оба трансформатора. Я использую стандартный прямой метод фазировки. Фазировку проводят с помощью вольтметра со стороны обмотки низкого напряжения, то есть со стороны 0,4. Вольтметр должен быть рассчитан на двойное фазное напряжение, так как появление такого напряжения между зажимами фазируемых трансформаторов не исключено. Также, помимо вольтметра, можно использовать мультиметр с соответствующим пределом, чтобы он выдерживал линейное напряжение сети. Предел был там больше 400 вольт. Фазируемые трансформаторы подключают по обычной схеме, то есть согласно существующей маркировке со стороны 10 кВт, со стороны 0,4 кВт. А их нулевые точки, то есть нулевые точки вторичных обмоток, должны быть заземлены и присоединены к общему нулевому проводу. То есть, вон идет ПЭН-шина трансформатора, она идет у нас на шину ПЭН, а эта шина у нас соединена с ПЭН-проводником, с ПЭН-шиной второго трансформатора. Затем на трансформаторах устанавливается одинаковое положение, в данном случае у нас установлено первое положение на обоих. Это положение переключателей ступеней, то есть привода ПБВ. Кстати, у меня есть подробное видео про устройство и конструкцию подобного вида переключателя ПБВ. Кому интересно, можете перейти по ссылочке и посмотреть. Сущность фазировки заключается в отыскании выводов, между которыми разность напряжения равна нулю. Для этого провод от вольтметра или мультиметра присоединяет к одному из выводов первого трансформатора. Ну, в данном случае у нас этот первый, этот у нас второй снизу. То есть, А1 подключили первый щуп от прибора, вторым касаемся А2 точку. Далее, А1, B2, А1, C2. Если у нас напряжение между выводами А1 и А2, показание прибора было равно нулю, то эти выводы замечаем, а вольтметр присоединяем ко второму выводу, например, B1. И измеряем напряжение между выводами B1, B2, B1 и C2. Вот так вот. Если опять одно из показаний вольтметра, например, между выводами B1 и B2 у нас совпало, то фазировка считается законченной. Особой необходимости в измерении третьего полюса между выводами C1 и C2 нет. Так как при двух нулевых показаниях А1 и А2 и B1 и B2 напряжение между третьей парой фаз, естественно, должно быть тоже равно нулю. Вот, в принципе, на этом и вся фазировка трансформаторов заканчивается. В общем, выводы, между которыми не было разности напряжения, вот А1, А2, B1, B2, C1, C2, можно соединять в параллельную работу. Но в этот раз я столкнулся с очень интересной ситуацией, о чем, собственно, и хочу рассказать вам в данном видеоролике. Ситуация у нас нестандартная, и подобных случаев у меня ранее на моей практике не встречалось. Дело в том, что у меня при измерении напряжения между всеми выводами не было ни одного нулевого значения. А1, А2, вот эти, у меня было 220 вольт. Дальше, А1, B2 у меня было 380 вольт. И А1, C2, опять 220 вольт. Идем на второй полюс, B1. B1, A2 у меня было 220 вольт. B1, B2 220 вольт. А B1, C2 380 вольт. Вот такая вот интересная ситуация. Причем, как я уже говорил, трансформаторы у нас, по трансформаторам у нас соблюдаются требования к параллельной работе. То есть они имеют одинаковую мощность, они имеют одинаковый коэффициент, они имеют одинаковую группу соединения обмоток, они имеют одинаковое напряжение короткого замыкания. То есть у нас имеется А1, B1, C1, имеет одно пространственное положение, а треугольник А2, B2, C2 полностью перевернут по отношению к первому треугольнику, треугольнику первого трансформатора на 180 градусов. Я уже разобрался в данной ситуации, как я вам уже говорил, что у нас трансформаторы полностью одинаковые, но выяснилась такая особенность. В общем, один трансформатор имеет маркировку выводов на корпусе в обратной последовательности. Соответственно, вторичная обмотка его тоже расположена в обратной последовательности. А шины подключили на данный трансформатор согласно первого трансформатора, то есть одинаково. Но ничего страшного для моего случая. В общем, если у данных трансформаторов имеется нечетная группа, как в моем случае у меня 11 группа соединения обмоток, то для включения их в параллельную работу следует сделать следующее. У одного из трансформаторов пересоединить проводники, два проводника на выводах обмоток как высокого напряжения, так и низкого напряжения. То есть произвести двойную перемаркировку фаз. В общем, берем кабель, вот у нас приходит кабель 10 кВ и меняем у него фазу АС друг с другом. Б оставляем неизменную. То же самое делаем и по низкой стороне трансформатора. Правда, при этом придется переделывать, перегибать уже существующий шинный мост. Естественно, что после переключения фаз необходимо после этого сделать опять-таки фазировку и убедиться, что все фазы у нас совпали. В общем, вот такое небольшое видео про интересные случаи, возникшие при фазировке двух силовых трансформаторов. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди много еще будет всего интересного. Если у вас есть какие-либо вопросы по данной теме, пожалуйста, спрашивайте об этом в комментариях. Ну, на этом, пожалуй, все. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!